МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. Российское законодательство постоянно совершенствуется, но время движется так стремительно, что законодатели не успевают вносить изменения в законы. Пробелом в этом важном сегменте была посвящена Международная научно-практическая конференция, которая в эти дни проходит в столице Чувашии. Столица Чувашии стала площадкой для участников Международной научно-практической конференции уже в восьмой раз. Она посвящена памяти академика Владимира Кудрявцева. Известный ученый-юрист активно участвовал в разработке многих российских законов. Этого требуют наши реалии. Законодатели не успевают совершенствовать нормы, которые на самом деле своевременно должны соответствовать всем тем изменениям, всем тем веяниям, которые происходят в реальной практике. Отдельное отставание есть. Есть пробелы в законодательстве по сравнению, конечно, с другими странами мира, можно сказать, и есть. Но в то же время я хочу подчеркнуть, после развала Советского Союза, практически когда не стало Советского Союза, разделение произошло, и Российской Федерации, нашей любимой стране, нужно было совершенствовать. Сегодня современная Россия – это правовое государство. И регионы Российской Федерации привели все свои законы, все свои нормативно-правовые документы в соответствии с федеральным законодательством. Это очень важно. В рамках конференции обсуждались такие важные юридические аспекты, как реформа в сфере государственных закупок, развитие права, теории, практика ведения уголовных процессов. Кстати, Чебоксарский кооперативный институт, на базе которого проходит фестиваль, не в первый раз принимают у себя участников. Аналогичная конференция уже проходила в этих сценах в 2010 году. Была достаточно представительной и результативной. По итогам ее работы были опубликованы ряд статей, в рецензируемых журналах, из-за сборных материалов конференции, улучшились научные связи с регионами и ведущими научными центрами нашей страны и зарубежья. Хочу отметить, что имя и заслуги Владимира Николаевича Кудрявцева, как ученого и государственного деятеля, широко известны всем нам. В конференции участвовала научная элита не только из российских регионов, но и стран СНГ. Научно-педагогические работники, аспиранты, студенты, а также представители государственных органов власти, управления и сферы бизнеса, из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана высказали немало предложений по совершенствованию законодательства. Кстати, самые лучшие научные статьи будут опубликованы в сборнике системы РИНС и в журнале издательского дома ЮРВАК. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Концессия как форма реализации строящихся и повышения эффективности существующих объектов. На совещании рабочей группы обсудили выполнение заключенных соглашений. Год назад было подписано соглашение с закрытым акционерным обществом управления отходами, касающееся создания и развития межмуниципальной системы переработки и утилизации твердых бытовых отходов на территории Чуваши. Речь идет о создании и последующей эксплуатации второй карты складирования полигона ТБО мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции в Чебоксарах. Завершена корректировка проекта с целью разделения строительства на этапы. В соответствии с конституционным соглашениям ему было дано право на проведение корректировки в соответствии с согласованием с конституционером. В настоящее время документация по объекту мусороперегрузочной станции с элементами санкционерного города Чебоксара передана в негосударственную экспертизу, а проектная документация о переработке и захоронении твердых бытовых отводов в Ново-Чебоксарске согласно письму казанского филиала ФАО глава госэкспертизы не входит в перечень объектов государственных экспертиз федерального уровня. Что же касается заключения конституционного соглашения о строительстве второй очереди диагностического центра республиканской клинической больницы на месте бывшей поликлиники электропаратчиков, конкурс вынуждены признать несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Сейчас Минздрав Чуваши несколько изменил условия соглашения, продлил срок действия, уменьшил сумму задатка. Новый конкурс будет объявлен в ближайшее время. Чувашские полицейские задержали супружескую пару с крупной партией спайсов. В ходе обысков у них было изъято около 600 граммов запрещенного вещества. Подробнее в нашем сюжете. В конце мая в Чебоксарах сотрудники межрайонного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД республики задержали супружескую пару. По словам оперативников, жители одной из бывших советских республик на съемной квартире развернули целую лабораторию по изготовлению спайсов. В ходе обыскового мероприятия и обследования участков местности, где они оставляли уже для дальнейшего сбыта, для распространения мелкооптимными партиями, было изъято около 600 граммов этих наркотических средств. Там же были изъяты все необходимые для изготовления спайсов ингредиенты. Как поясняют специалисты, из всего этого в последующем можно было приготовить более 5000 доз синтетических наркотиков. Сейчас в отношении супругов возбуждено уголовное дело. Оба они находятся под стражей. Неработающая семейная пара, муж и жена 92-го года рождения, приехали, как они говорят, зарабатывают деньги. Обстоятельства произошедшего и возможный круг причастных к нему людей сейчас устанавливаются. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии завершило расследование уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса. По версии следствия, члены организованной преступной группировки в 2013-2014 годах создали на территории Чувашии сеть игровых салонов, состоящую с семи точек. За без малого года работы игорный бизнес принес владельцам около 5 миллионов рублей прибыли. Впрочем, расходы тоже случались. 140 тысяч было передано в качестве взятки. Полицейскому, который предупреждал их о рейдах, дал указание вернуть изъятое оборудование. Надо заметить, согласия в товарищах не было. Посредник, через которого передавали взятки полицейскому, часть денег присваивал. Вторая попытка расширить преступную группировку за счет сотрудников правоохранительных органов обернулась провалом всего бизнеса. Выйти на след преступной группы удалось после того, как один из членов ОПГ обратился к сотруднику межмуниципального отдела МВД России Цивильский с предложением о его незаконном денежном вознаграждении за то, чтобы тот закрывал глаза на деятельность двух игорных салонов, которые обвиняемые собирались открыть в Цивильске и в селе Красноармейском. Однако, сотрудник полиции сразу же после поступившего к нему коррупционного предложения обратился к своему руководству и в последующем уже действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Соответственно, фиксировалась вся преступная деятельность обвиняемых и в последующем уже удалось полностью разоблачить деятельность членов организованной преступной группы и пресечь. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена благодаря взаимодействию Следственного управления Следственного комитета Управления экономической безопасности а также отдела собственной безопасности МВД Пучеваши. Черная или серая зарплата такие названия применяются для обозначения неофициального вознаграждения за труд. К сожалению, эта цветовая градация прочно вошла в нашу жизнь. Бороться с подобного рода отклонениями призваны налоговые органы. Заработная плата для соискателей служит важным критерием при выборе рабочего места а для работодателя является самой расходной частью бюджета предприятия. Практически каждый третий руководитель в стране применяет разные схемы оптимизации чтобы уменьшить налоговое бремя. Чаще всего эти схемы носят незаконный характер. Стремление оптимизировать расходы окрашивают зарплаты работников в белый, черный или серый цвет. Например, мышиный цвет приписывают выплатам, которые состоят из двух частей. Это что-то среднее между легальными расчетами и деньгами в конверте. Работники, получающие серую зарплату так называемых в конвертах не могут претендовать на получение государственной поддержки в виде налоговых вычетов. Это значит не могут получать налоговые вычеты за понесенные расходы на строительство квартиры, жилого дома, за обучение как со своей так и детей, на лечение, на приобретение медикаментов и на уплаченную сумму страховых взносов. В результате сегодняшнего рейда выявлены факты неудержания и неперечисления в бюджет налога на доходы физических лиц работодателями зарплаты своих наемных работников. Все факты неполной уплаты налога на доходы физических лиц задокументированы, зафиксированы и соответствующих работодателей ждет разбирательство комиссии по легализации налоговой базы налоговой инспекции. Такие проверки проводятся регулярно. С начала года инспекция провела более 100 рейдов, в ходе которых выявлено 58 налоговых агентов, которые нарушили действующее законодательство. Пришла сегодня проверка, мы не выписали квитанцию на челку, в последующие не выписали чек, потому что мы торопились, уходя по нашей ошибке. В последующие очень сожалеем, что так произошло, в последующие мы справимся обязательно, будем описывать квитанцию и относиться повнимательно к своей работе. По итогам работы налоговых органов на сегодняшний день с 39 работниками заключены трудовые договора. 8 работодателей погасили задолженность по НДФЛ в сумме почти 140 тысяч рублей. Юлия Важенина, Нина Куропаткина, Олег Кикимов, Республика. В Чебоксарах прошел первый фестиваль художественного слова как безграничная щедрость языка. На лингвистическом празднике побывала и наша съемочная группа. Научные сотрудники, преподаватели, чтецы. Этот фестиваль собрал всех неравнодушных к русскому языку. Студенты СУЗов и педагоги показывали мастерство владения пером и художественным словом в четырех различных мероприятиях. Научно-практической конференции, конкурсе видеопрезентации, художественной самодеятельности и конкурсе чтецов. Октябрь уж наступил, уж роща отрехает, последние листы с ноги своих ветвей вдохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит, замельницу ручей. Этот отрывок мне очень нравится тем, что его слова вдохновляют меня. Он очень душевный. И вообще осень – это такая пора, то, что стихотворение обычно пишется в одиночестве. И вот Пушкин смел передать это чувство. Мне нравится участвовать в конкурсах, проявлять себя творчески, знакомиться с новыми интересными людьми. В этом году фестиваль посвящен Году литературы и Дню рождения классика золотого века русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Он проводится в Чувашии впервые. До этого проходили только конкурсы. Фестиваль – это всегда более красиво, это всегда более содержательно, и в фестивале всегда больше места для творчества. Для молодежи это важно. Почему? Потому что по среднам языка они познают другие культуры, у них прививается уважение к другим культурам, и они становятся богаче, нравственнее. И общество наше хорошо консолидируется. Участники фестиваля вновь встретятся в следующем году. Теперь праздник языка и слова станет регулярным. Организаторы надеются, что благодаря таким мероприятиям людей, которые любят и ценят родной язык, станет больше. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Чувашия – один из самых спортивных регионов России. На открытии Ледового дворца об этом говорили не раз. И лучшее подтверждение строительство нового стадиона для Чебоксарского лицея номер 4. Он будет соответствовать всем европейским стандартам. Завершить строительство планируют к новому учебному году. Лицея номер 4 25 лет. Столько же было и старому стадиону. В следующем учебном году ученики будут заниматься физкультурой и спортом уже на новом. Данный плоскостной спортивный объект включает в себя спортивное ядро с беговой дорожкой на 200 метров. Две модифицированные площадки. Одна площадка воркаута, другая площадка уличных тренажеров, которые будут находиться по краям стадиона. Затем будет универсальная игровая площадка, которая будет предназначена для игр волейбола, баскетбол, большой теннис. Будет футбольное поле с искусственным газоном. Стадион лицея номер 4 первый, который строится в Чебоксарах в рамках партийного проекта «Детский спорт». У нас высокие образовательные результаты, есть стабильные достижения в области спорта. Вот сзади меня занимаются ребятишки, которые, например, в этом году заняли первое место в Зорнице и в Орленке и едут защищать честь города на республиканские соревнования. Нормы ГТО и все проекты, которые связаны со спортом российского, регионального, городского уровня. Мы активные участники их. Стоимость строительства более 30 миллионов рублей. Сейчас подрядчики готовят площадку под искусственное покрытие. Затем будут монтироваться тренажеры и мачты освещения. Татьяна Молокова, Сергей Репчиков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. Более подробная картина дня в вечернем выпуске программы Республика. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова